Любой лукой вы зачерпываете водичку и окупываете малыша водой, обязательно мойте головочку. Так проходит одно из четырех занятий для мам недоношенных младенцев в центре ДАР. Слушает их и Маргарита. Ее сын маленький Сережа появился на свет раньше срока, на 26 неделе. Естественно, был шок, когда я увидела малыша. Он был такой маленький, худенький. Вес его был 1,190 кг, рост 37 см. То есть у нас дома кот был больше, чем он. Была депрессия поначалу, что переживала, он не мог самостоятельно дышать. Врачи центра не только помогают таким малышам появиться на свет и поддерживают их в стационаре, но с недавнего времени помогают каждой молодой маме принять недоношенного ребенка и правильно его выхаживать. В этом году центр ДАР заключил договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Право на чудо». Мамам читают лекции и оказывают психологическую помощь. Нас подбодрили, что я не такая первая, что такие малыши есть. Показали, как ухаживать, как менять памперсы, как кормить и перекладывать с одного бочок на другой бочок. Купать, кормить и правильно реагировать на любой фортель, который может выкинуть малыш, когда окажется дома. Очень часто недоношенные детки, они перегреваются, поэтому мамы часто просто спрашивают, что нам делать, когда у ребенка температура 37, например. Поэтому мы стараемся сразу говорить, вы не пугайтесь. Большинство тех состояний, которые могут возникнуть у недоношенного ребенка, паниковать не надо. То есть тут просто нужно либо сменить положение малышу, либо его там немножечко охладить, так скажем, да. Вот, ничего такого страшного делать не нужно. Рассказывают и показывают, что делать при патологических состояниях у недоношенных детей. После окончания короткого курса мамам дают брошюры, но главное, после выписки из стационара женщинам предлагают удаленное сопровождение в течение двух месяцев. За это время родители адаптируются к жизни со своей крохой. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.